Уважаемые журналисты, уважаемые друзья, мы готовы начать нашу предматчевую пресс-конференцию перед завтрашней игрой России-Финляндия. Сегодня наши участники – главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов и защитник Георгий Джикия. Надеюсь, что вы нас хорошо видите, хорошо слышите. Я буду видеть вас, кто хочет задать вопрос, предоставлять вам слово. Давайте начнём с Константина Кринского. Он первый поднял руку. Попробуем первый вопрос отсюда. Станислав Саламович, здравствуйте. Мы тут с Димой Симоновым вместе. Вопрос такой. Матч с Финляндией, естественно, будет, наверное, ну или как мы думаем, складываться много иначе. Не как матч с Бельгией, команда разного уровня. Расскажите, может быть, про разность подходов и подготовки к этим матчам. То есть чем будет отличаться подготовка и чем она отличается матчем с Финляндией от матча с Бельгией? Спасибо. Ну, во-первых, это второй матч турнира. Во-вторых, разные по уровню соперники и системы игры два. Во-вторых, у них второй матч, у нас второй матч. Мы восстанавливались после первого матча больше, нежели готовились. Потому что к бельгийцам мы готовились. Естественно, сейчас абсолютно другая подготовка к игре, что естественно. Ну и опять же, второй матч в турнире, ситуация понятная, поэтому она ясная. Другое дело, что есть у нас некоторые игроки, которые пока немножко под вопросом. И к вечеру получу и от них ответы, и от медицины, и от этого мы, естественно, будем исходить. Спасибо. Андрей Банков, пожалуйста. Представляете, ну, точнее, говорите для кого вопрос? Для главного тренера или футболиста? Ну, что касается Жиркова, я не могу точно диагноз вам сказать, но боюсь, что, ну, это Безуглов скажет, как это сказать, в прессе, но боюсь, что Жиркова мы на весь турнир потеряли. Это раз. Кудряшов сегодня первый раз немножко потренировался с командой, но мы его постепенно готовим. Что касается Кузяева, он тоже тренировался. Дивеев после матча один день пропустил тренировок. Джики я вчера пропустил, сегодня тоже тренировался в легкой форме, Головин в легкой форме. Одним словом, после такой игры на таком турнире не только мы не досчитываемся, или есть некоторые болячки, которые после такого уровня игры остаются, и поэтому и подготовка меняется, естественно, и подход к каждому игроку меняется. Ну, вот так как-то могу ответить. Диагноз Жиркова – это Безуглов. Спасибо. Дмитрий Сухинин, вам слово. Саламыч, вопрос, наверное, все-таки по финам, потому что они одержали для многих неожиданную победу в матче с датчанами. Увидели ли вы в той игре то, что вы ожидали увидеть от финнов, соответственно, это как к ним готовились, и Георгиев тоже такой же вопрос. Это ваше мнение о Финляндии? Ну, понятно, результат немножко удивил, но игра команды в Финляндии, как они отнестись к игре, абсолютно нет. Потому что когда нам попадаются соперники, мы их изучаем, и когда меня спрашивают, мы даем развернутый ответ, и мы четко говорим, что финская команда крепкая. Она, кстати, вот сейчас это и продемонстрировала. Игра могла сложиться и по-другому, но факт есть факт, что это непростой соперник. Мы это изначально знали, и фактически это было показано. Вот что я могу это сказать. Теперь мы готовимся. Все остальное Георгиев скажет сейчас. Ну, полностью согласен, да, что Финны очень дисциплинированная команда, серьезный соперник. Что касается результата зданий, то это мы все прекрасно видели, что они организованно, компактно сыграли и добились результата. Играют терпеливо, ждут свой момент. Поэтому думаю, что они, конечно же, мы сегодня еще посмотрим их, да, но и стандарты штрафные, это их, наверное, такой козырь, так скажем. Поэтому это достаточно серьезный соперник, да. Спасибо. Пару вопросов от иностранных журналистов. Стив Дуглас, АП, please. Пару вопросов от иностранных журналистов. Если финская команда решит сделать то же самое, то же встать на колено, сказали ли вы параллельщикам, чтобы они уважали их выбор? Ну, если честно, то когда вот сейчас вы это сказали, а я это и не слышал, потому что когда ты весь в игре, ты не отключаешься и не слышишь, что вокруг тебя творится. Поэтому понятно, что у каждого свой выбор. Другое дело, что этот вопрос не относится к самому матчу. Если есть вопрос по тактике, по стратегии или еще чего-то турнира, тогда я вам отвечу. А такие вопросы я могу только за себя отвечать. У каждого свой выбор. Я никому ничего не хочу советовать. Спасибо. Эммануэль Боен, Л'экип, французская газета, я так понимаю. Пожалуйста. 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 Ну, что касается давления, то понятное дело, да, у нас большая страна, и у всех есть право высказать свое мнение, что касается и журналистов, и болельщиков. Но я отвечу на этот вопрос немного по-другому, потому что после проигрыша от Бельгии поступало очень много смс-ок мне и многим другим ребятам со словами поддержки, со словами то, что у нас все еще впереди, все, что ребята, мы за вас, и давайте, давайте, мы только вместе с вами. И хочется, прежде всего, говорить о положительном и о таком моменте, за что, конечно же, мы все очень благодарны тем людям, которые поддерживают нас и верят в нас, несмотря на то, что прошел всего первый тур, да, так скажем, из групповых минимум трех игр. Поэтому вот так я отвечу на этот вопрос. Что касается команды и стартового состава, то я футболист такой же, как и все остальные, и за стартовый состав я точно не отвечаю. Что касается Миранчука, то это большой игрок, который становится с каждым днем лучше и лучше, за которым мне приятно следить и слежу за ним, за его игрой и в клубе, и здесь в сборной, краем глаза. Очень приятно смотреть на него, на его подготовку и за ним, так скажем, каким он становится, так сказать, как он прогрессирует, так скажем. Поэтому он огромный молодец. Спасибо. Спасибо. Матч ТВ, Дима Занин, пожалуйста. Первый, вот сейчас коллега, на самом деле французский, он вопрос про состав все-таки говорил главному тренеру, но тем не менее, еще раз продублирую просто. А насколько у нас много, насколько велика вариативность выбора в атаке? Вот была схема с Головиным и с Дзюбой, которая, может быть, не очень получилась в матче со сборной Бельгии. Насколько у вас много вариантов, как сыграть в атаке против тех же финнов? Будет ли это что-то принципиально другое? Ну, естественно, мы готовимся к турниру и каждому матчу по отдельности, поэтому, естественно, определенную стратегию мы вырабатываем. У нас сегодня была тактическая тренировка, и мы несколько вариантов наигрывали. Ну, естественно, я говорить об этом не буду. Понятно, что вы говорите, не сработала связка Дзюба-Головин, но непростой матч с непростым соперником, поэтому какие-то моменты у нас не получились. Тем более, в начале игры уже выбыло два игрока, которые готовились непосредственно к этой игре и должны были определенные вещи делать. Это Жирков и Кузяев. И когда по ходу матча какие-то вещи ломаются, ну, это уже и к нам вопрос. Понятно, во время игры это сложно докричаться и что-то еще лишнее подсказать. Ну, в этот раз случилось так. Другое дело, что абсолютно с вами согласен. Некоторые моменты, которые мы изначально планировали, не получились. Что там греха таить. И второй вопрос, он довольно странный, но тем не менее. Несколько дней все обсуждали игру в сборной России с Бельгией, но вчера случилось событие, которое перекрыло, и все обсуждали только его. Вчера Ольга Бузова пришла в студию Матч ТВ и очень долго говорила о своих пожеланиях сборной России, что она хочет прийти в раздевалку, дать напутствие. Еще она сказала, что вы ее очень большой фанат. Видели ли вы что-то из этого? И правда ли вы, что вы фанат Бузовой? Ну, я, честное слово, не смотрю телевизор. Когда турнир идет, я вообще не смотрю. Только пускай никто не обижается. Единственное, что я смотрел, немецкое телевидение, потому что там студия была, где мне надо было узнать, что они как раз по нашим соперникам говорят, и вид со стороны, как говорится, да, чтобы информацию от третьих лиц получить и понять, в правильном направлении мы думаем или нет. Все остальное я не смотрел. Мы рады, что за нас болеют. Передачу эту я не смотрел. Ну, естественно, в мужскую раздевалку женщину мы пускать не будем, потому что рядом сидит джики, который должен концентрироваться на игру, а не отвлекаться на красивых девушек. Спасибо, Дима. На передачу я не смотрел. Ну, болейте за нас. Кстати, вот до этого был вопрос по болельщикам и по критике. Ну, во-первых, критика абсолютно заслуженная. Во-вторых, даже после побед критика бывает, и она опять заслужена бывает иногда. Поэтому здесь надо и одних, кто нас критикует, и других, которые поддержат, поддержать, что ли, что обе стороны правы, потому что за нас болеют, и, естественно, наша задача перед ними реваншироваться, что ли. Спасибо за вопросы. Так, спасибо. У нас еще есть те, кто не задавал вопросы, хотел бы из АФП, Алексис, плиз. Спасибо. Если я тебе так установку давал, то бы все хорошее. Пожалуйста. Да, привет. Моя вопроса к троиху. Пожалуйста, немного, немного. Перевод будет. А, да. Да, да, да. Вы чувствуете extra pressure на этот матч? И вы думаете, что одна победа будет enough, чтобы идти на следующий этап? Сильнее давление и по поводу того, пройдете ли вы в следующую стадию, выйдете ли вы из группы? Кому вопрос этот? По-моему, мне сказали. По вопрос тренеру. Да. Ну, смотрите, есть ситуация, бывает разная. У каждого свой характер, что ли, да? Поэтому, если перед Бельгией есть такая возможность, такая, 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 но которая больше зависит от соперника, это одно. Есть второй матч со сборной Финляндии, чтобы мы были в турнире. Абсолютно четкое понимание. И, ну, я как спортсмен, мне так всегда легче четко знать, что тебе делать и для чего. Поэтому в данной ситуации, наоборот, у меня состояние лучше. Оно конкретное. Оно не первый раз. Что как действующий игрок, что как у тренера. Поэтому я бы это состояние назвал абсолютно спокойное и правильное, и рабочее, что ли. Спасибо. И вот мы начали с Константина Кринского. Я предлагаю ему закончить, потому что вижу еще руку у него. Константин. Да, Санислав Иванович, такой еще вопрос по обороне. Судя по матчу с Бельгией, с Георгием вместе играл Семенов, потом играл Дивеев. Против Болгарии мы видели, что Дима Баринов играл, соответственно, в тройке защитников. Можете рассказать, что вы думаете о защите, какие, может быть, ждут сочетания дальше? Ну, во-первых, спасибо за вопрос. Во-вторых, когда некоторые твои коллеги задаются вопросом, и вы в частности. Вот у нас, видите, не досчитались одного защитника, потом не засчитались другого. А турнир идет, и нам вариации всегда надо знать. И когда в контрольных матчах мы какие-то вещи делаем, и игроков проверяем, Во-первых, мы заранее знаем стратегически, что нас ждет впереди, против какой команды, как возможно играть. Ну, естественно, травмы, от которых никто не застрахован. Кудряшов до турнира, Жирков в турнире, Самошников до турнира, Дивеев после матча, Джикиеп тоже после матча. Поэтому мы стараемся возможные варианты связок наиграть, для того, чтобы условный Джики первый раз Дивеева не увидел во втором матче чемпионата Европы. Или там Баринова. Поэтому часто вы задаете абсолютно справедливые вопросы. Другое дело, что мы иногда не можем, и можем-то ответить, но не хотим. Теперь вы видите, что на дна игра, а мы уже не досчитались нескольких игроков. Поэтому стараемся какие-то нюансы, что на тренировке, что во время контрольных матчей учитывать, думая наперед. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос развернуто, и чтобы все твои коллеги, да и болельщики понимали. Игроки-то меня точно понимают, потому что мы какие-то вещи, когда делаем, мы заранее обговариваем, чтобы у них не было внутреннего дискомфорта, и не знали, почему мы это делаем. Так что здесь внутри у нас в этом плане вопросов нет. Спасибо всем. Анси Карья-Lainen завершит нашу пресс-конференцию. Ну, знаю, что они нападающие, знаю, что про Пуки, да, знаю больше, понятное дело, что он классный футболист, да, забил много голов и в предыдущий, ну, и в прошлый год, да, по-моему, если не ошибаюсь. И сейчас очень то, что смотрел здание, очень агрессивен, настойчиво, всегда вперед старается, там, бежать хорошо, замыкает в штрафной, очень достаточно умеет, да, играть, поэтому хорошие, так сказать, опасные форварды, да, ну, вот все, что я знаю о форвардах отдельно. Все, всем спасибо, как я и сказал, завершаем тогда, и до завтра. Спасибо всем.